Выбор праздничного образа задача увлекательная, но при этом очень ответственная. В модных коллекциях, помимо традиционных нарядных платьев, есть масса других предложений от дизайнеров. Стилист Мария Занько рекомендует предметы универсальные, которые в зависимости от сочетаний меняют градус торжественности, от сдержанного до очень нарядного. Я бы порекомендовала сконцентрироваться на какой-то одной детали, на каком-то одном элементе гардероба, например, это будет юбка с какой-то металлизированной основой. И уже эту вещь легко будет адаптировать и в повседневный образ, либо это праздничная или глянцевая фактура, чтобы у нас это все соединилось и уже получился коктейльный образ. В праздник актуальная идея о том, чтобы добавить капельку блеска, это никогда не помешает. Это может быть за счет самой ткани, которая с лаконичным и деликатным блеском. Либо мы можем взять самое обычное, лаконичное, простое по крою и по фактуре ткани платье и уже включить какие-то аксессуары. Праздничное настроение можно также создавать с помощью вечерней прически, макияжа и украшений. Еще такой энергетикой обладает любая новая вещь, при условии, конечно, что она сидит идеально, стройнит и подчеркивает достоинства. Всегда нужно следить за тем, чтобы сохранялась вертикаль, которая достигается за счет или длины юбки, правильной, или же за счет длины блузы или того же самого кардигана, которая позволяет нам держать вот эту вертикаль и делать образ более собранным и гармоничным в соответствии с этими пропорциями. Нужно все примерить в примерочной, сфотографировать это и посмотреть, прямо полистать, насколько, в каком образе вы гармонично смотритесь. Учитывать то, что крупное на фоне мелкого может смотреться еще более большим. Как правило, в преддверии Нового года одной вечеринкой дело не ограничивается. Корпоратив, детский утренник, посиделки в кафе с подругами и, собственно, встреча Нового года. Все это разные форматы, каждый из которых требует своего праздничного образа.